Утро понедельника в городской администрации. Пока Виктор Машуков не вступил в должность исполняющего обязанности руководителя, доклады принимает Андрей Гренишин. На контроле один провал на дороге. За неделю пожарных извещателей установлено 148. Продолжались работы по укреплению береговой линии. По наличиям ситуация управляемая, угрозы жилому сектору и объектам экономики от наледей на сегодняшний день нет. На сегодня до минус 11, ветер до 10, без существенных осадков. Доклад закончил. Если доклады чиновников были вполне стандартными, то комитет ЖКХ удивил. В Чите за ночь появился скотомогильник, причем на месте только что убранной свалки. Мы на прошлой неделе проводили мероприятие по уборке несанкционированной свалки. Свалок там их несколько в приэродромной зоне. У нас уже вывезено 6870 кубов. Это больше половины. Всего у нас по контракту 9900. Следующий слайд. Но хотелось бы отметить то, что буквально в ночь, когда мы убрали территорию, одну из территорий, было вывезено 20 камазов мусора. Это был шлак, опасные отходы. Это были опилки, строительный мусор и так далее. Подрядчикам написано заявление в полицию, чтобы установили лиц, которые это сделали. Кроме этого, у нас там предприниматели, которые производят полуфабрикаты, они все свои отходы биологические скидывают туда же. Там, конечно, ситуация нелицеприятная. Надо с ними провести беседу. И кроме этого, из-за того, что там есть кормовая база, очень много собак. Мы, конечно, это уберем все, но такого количества отходов от животных, естественно, от крупного рогатого скота нет ни у кого просто так. Марина, беседы, конечно, это хорошо, но по факту надо наказывать за такие вещи. Устройство скотомогильника – серьезное нарушение. Нарушителей, которые устроили кормовую базу для безнадзорных животных, по заявлению комитета ЖКХ ищет полиция. Кстати, о собаках. У нас по отлову безнадзорных животных 64 собаки отловили. Уже 3185 собак отловлено с начала года, 95 агрессивных. И о наболевшем. Проблема общественного транспорта в Чите. Скоро начнется долгожданное обследование пассажиропотока. Контракт выиграли пермики. В сфере пассажирских перевозок заключен 28 ноября контракт на выполнение работ по обследованию маршрутной сети СОО «Радар» из города Пермь-30-го. Мы официально продлили маршрут номер один до Каштака. И также проводили рабочее совещание 1-го числа с перевозчиками по улучшению работы в зимнее время. Вячеслав Бархницкий, Алексей Павлов, ЗАПТВ